Поэт и она. Она поднялась по лестнице, по той лестнице, ряд ступеней которой пересчитан столькими ногами. Поэт ждал ее. Она краснела от каждого движения, глаза ее были опущены, и в тени под ресницами молчаливым укором пряталась девичья стыдливость. Поэт сказал. «Ваши письма давали мне радость. Когда письмо прибывало вечером, я перечитывал его в постели. И вы мне снились. Разве вы видели меня когда-нибудь?» «Нет, никогда. Но все-таки вы мне снились». Час спустя тени под ее ресницами погустели, стали тяжелыми. Чувствовалось, что вечер близок. Уже царапнув проволоку электрического трамвая, сорвалась бледная незрелая искра. У нее ярко горели щеки, и, прикоснувшись к ним губами, поэт чувствовал забытый как бы соленый румянец стыдливости. Он смотрел на нее жесткими умными глазами и, волнуясь, говорил. «Вы не поняли ни одного слова из того, что я пишу. Зачем мы вместе? Что нам делать? Я говорю. Я пою о красивом свободном теле, о вольных движениях, о вдохновении поз и жестов. Как слова и мысли, так должны быть свободны, горды. Наши движения, походка, улыбки. Тело наше цветет, как цветок. Не боится солнца, света и… Но вы ничего, ничего не понимаете. Я понимаю. «Зачем мы вместе? Мы говорим на разных языках. Я знаю и чувствую радость плоти. И мудрость вашей бабушки для меня скучна и невыносима. Что ж, оставайтесь вы у бабушки. В конце концов, там уютно и спокойно». Она ушла, глотая соленые слезы, спустившись по лестнице и перебрав ступени теми же нежными робками и молчаливыми ногами. А на этой лестнице, здесь гостиница, подобное случалось редко. Через два года они снова встретились. У поэта, несмотря на молодость, голова была в седых волосах и это его красило. Жил он также в гостинице, но в более дорогом номере, и потому подниматься к нему надо было уже невысоко. И она поднялась, перебирая ступени, и ноги ее, двигаясь в шелковой громко шуршащей юбке, как бы рассказывали о какой-то нарушенной тайне. «Боже мой, вы изменились», – сказал поэт, – «и ваши волосы. У вас были прекрасные темные волосы. Я их выкрасила. Разве так не лучше?» Поэт поцеловал ее выкрашенные волосы и грустно сказал. «Я помню ваши прежние волосы. Разве их нельзя вернуть? Вы хотите? Вы помните?» Было утро, лето, сияло душное, уже надоевшее солнце, вероятно, от этого под ресницами не прятались густые милые тени. Поэт не понимал, в чем дело, но все-таки заметил. И глаза заменились. Час спустя он пристально смотрел на нее жестокими умными глазами и говорил, «Мне страшно дотрагиваться до вас. Ваши щеки холодны, бестрепетны, знают много. Ваше тело узнало свободу, потеряло жажду искания. Оно привыкло к известным движениям, известным позам, почти заучило технику вдохновения». «Не боится света. Не благоговеет стыдливо перед солнцем. Нет, вы не понимаете этого». «Я понимаю», — сказала она и опустила ресницы, под которыми уже не тяжелели тени. «Что нам делать вместе? Зачем? Вы не чувствуете, не знаете радости тихой тайны, скромного аромата жизни, интимных ощущений. Для чего вы около меня?» И она ушла, очень быстро опустившись по лестнице, потому что поэт жил невысоко, но все-таки она продолжала любить его, как и прежде.